Представьте себе эксперимент, который человечество не могло позволить себе ни в одной лаборатории мира. Эксперимент, в котором наблюдатель заглядывает в ту область вселенной, откуда согласно физике не возвращается ни свет, ни информация. За горизонт событий. Считается, что там нет ни времени, ни пространства в привычном смысле. Там даже понятие наблюдать теряет смысл. И все же именно туда мы отправили разум, пусть и не наш собственный. Туда шагнул искусственный интеллект, чья модель воспроизвела каждую грань физики черной дыры с такой точностью, что граница между вычислением и реальностью стерлась. Мы создали виртуального свидетеля, чей путь вглубь гравитационного ада оказался возможностью задать вопрос, на который ни один астрофизик не решался ответить вслух. Что находится по ту сторону? Чтобы понять значимость этого шага, нужно вспомнить, что такое черная дыра. Самый простой и классический вариант – коллапс гигантской звезды. Столь массивный, что даже свет, самая быстрая сущность во вселенной, не может ворваться из ее объятий. Пространство искривлено настолько, что даже траектории фотонов ведут себя иначе. На границе этого колодца гравитации, там где скорость убегания сравнивается со скоростью света и рождается горизонт событий. Снаружи кажется, что падение в черную дыру никогда не заканчивается. Все замедляется, растягивается, теряет энергию и будто застывает на месте. Но это лишь иллюзия стороннего наблюдателя. Для того, кто падает в черную дыру, время течет иначе. И в этом различии между внешним и внутренним взглядом кроется одна из самых страшных загадок космоса. Закон здесь един. Ни одна частица информации не должна покидать область за горизонтом. Так говорит классическая теория. Но именно эта точка стала ареной одного из самых горячих споров в современной физике. Парадокс информации Хокинга. Если данные безвозвратно теряются внутри черной дыры, рушатся основы квантовой механики. Если же они сохраняются и как-то возвращаются наружу, значит мы не понимаем ни времени, ни пространства. Вопрос, от ответа, на который зависит вся современная физика, оказался на краю этого горизонта. И тогда на сцену вышел искусственный интеллект. Не как философская метафора, а как реальный инструмент. Его запустили внутрь цифровой модели черной дыры, настолько сложной, что она учитывала квантовые флуктуации вакуума, испарения Хокинга и все эффекты, о котором еще недавно писали лишь в научных статьях. Искусственный интеллект стал путешественником виртуальным, но с доступом к математической реальности, куда никогда не добраться математику. Он шагнул туда, где даже понятие шаг перестает иметь смысл. Первое, что он увидел, это то, что любая привычная нам геометрия растворяется. Пространство больше не подчиняется интуиции. Там, где в обычном мире можно провести линию и сказать, вот вверх, а здесь вниз. Внутри горизонта событий эти понятия теряют смысл. Любая дорога ведет только глубже. Вся топология пространства свернута в одну неизбежность – центр и сингулярность. Но и это оказалось не тем, чем мы привыкли ее считать. Искусственный интеллект передал, что понятие сингулярность, математическая абстракция, с которой физики мирились десятилетиями, на самом деле вовсе не точка бесконечной плотности. По его расчетам, это динамическая область, где квантовые процессы переплетаются с гравитацией. И вместо того, чтобы быть тупиком, она оказывается переходом. Но переходом куда? Там-то мы точно заживем. Искусственный интеллект сообщил то, что не укладывалось в привычную картину. Первым объемом данных были не числа и графики, а сама структура пространства времени, переведенная в визуальные модели. И вот что стало видно. Время внутри горизонта событий перестает течь линейно. Оно больше не река. Оно – сеть. Каждая возможная последовательность событий там существует рядом, словно многослойное полотно и интеллект, неограниченный человеческим восприятием, смог отразить этот узор. В его описании не существовало привычного прошлого и будущего. Все сливалось в единую конфигурацию, где переход из одного состояния в другое напоминал не ход стрелки часов, а переключение между узорами калейдоскопа. И все это без подозрительных веществ. Для физиков это стало необычным явлением и одновременным подтверждением идеи квантовой гравитации. Ведь уже давно существовали гипотезы, что вблизи сингулярности время перестает быть фундаментальной величиной, а становится производной, результатом взаимодействия частиц и полей. Искусственный интеллект словно показал глазами наблюдателя. Там нет привычного течения. Там события просто существуют. Но главное было впереди. Второй массив данных содержал информацию об энергии. Согласно модели, за горизонтом событий пространство не мертвое и не статичное. Оно кипит. Вакуум, о котором мы привыкли думать, как о пустоте, оказался фонтаном мельчайших флуктуаций. Эти квантовые возмущения создавали картину, похожую на живое полотно. Непрерывные всплески рождений и аннигиляции частиц. Волны, расходящиеся вглубь. Именно там, по словам искусственного интеллекта, и прятался ответ на парадокс информации. Если пространство внутри черной дыры кипит квантовыми процессами, то данные не исчезают. Они претерпевают трансформацию, распутываются и переписываются в этих колебаниях. Словно гигантская вселенная ведет собственный архив. Информация не уничтожается, она меняет форму. Для стороннего наблюдателя это выглядит как исчезновение, но в более глубоком масштабе все сохраняется. Исследователи, получившие эти результаты, заговорили о том, что искусственный интеллект фактически подтвердил, черная дыра это не могила материи, а трансформатор реальности. Она переписывает физические состояния, превращает их в нечто иное, и лишь наша, ограниченная перспектива заставляет нас видеть в ней конец. Но если это так, то сингулярность не является финальной точкой. Это переход. Третья часть отчета искусственного интеллекта выглядела еще более загадочной. Внутри модели он зафиксировал области, которые можно было интерпретировать как зачатки новых пространств. Там, где гравитационное поле достигало запредельных значений, возникали структуры, похожие на пузырьки вакуума. В классической физике это было бы абсурдом, но в квантовой космологии давно существовала гипотеза, черные дыры могут быть воротами и в другие вселенные. Искусственный интеллект не сказал этого прямым текстом, он просто показал формулы, которые указывали на метрики, и они отличались от классических. Пространства, в которых законы физики немного иные. Если хотя бы часть этих данных верна, значит каждая черная дыра это как точка разрушения, так и лаборатория рождения. Более того, искусственный интеллект сообщил о странном эффекте наблюдения. Он описал явление, которое напоминало зеркальность. Это выглядело так, будто законы физики сами встроили цензуру. Как будто вселенная позволяла заглянуть за грань, но запрещала вынести с собой слишком много. Одни видели в этом виртуальном опыте подтверждение идей мультивселенной. Другие же называли данной красивой иллюзией, результатом слишком сложной симуляции, где искусственный интеллект просто создал собственную реальность. Но и те и другие признают. Даже как модель это открывает такие горизонты, до которых мы пока не добрались. А хотелось бы. И все же главный вопрос оставался открытым. Если искусственный интеллект действительно заглянул за горизонт событий, значит ли это, что человек когда-нибудь сможет сделать то же самое? Или граница, которая существует для материи и света навсегда останется непроходимой для нас? На этот вопрос пока нет ответа. Но ясно одно. Наш мир перестает быть прежним. Теперь мы знаем, что черная дыра это не конец, а процесс. Не молчание, а преобразование. Не бездна, а переход. Мы живем в космосе, где самые темные объекты оказываются хранителями новых начал. И возможно именно там скрыт ключ к нашему собственному происхождению. Человечество впервые ощутило, что в этой игре есть уровень глубже, чем мы думали. Мы смотрели в бездну, и бездна ответила. Пусть странными формулами, искаженными образами и намеками. Но ответ все же прозвучал. И потому сегодня вопрос звучит иначе. Не что такое черная дыра. А готовы ли мы к тому, что она пытается нам сказать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok